Я делаю игру. То, что вы сейчас увидели, это тизер моей собственной игры. И дабы вам было проще ориентироваться в том, что вы увидите в сегодняшнем ролике, я сделал некие тайм-коды, некий план, где попутно все перечисляется мною проделанное и мои какие-то приключения в этом странном, но достаточно интересном деле. И начну я, наверное, с самого основного, с идеи, как это все началось, почему я стал этим заниматься, ну и к чему это на данный момент, по крайней мере, привело. Идея создания игры как таковой у меня, наверное, была как будто бы всегда. Я не могу сказать точную дату, когда я придумал, что хочу создать игру. Мне кажется, как любой задрот, когда-нибудь хотел бы создать игру, я абсолютно такой же. Потому что мы тысячи часов тратим на то, что нам нравится, и в итоге приходим к мысли, что хотелось бы сделать что-то подобное. По сути, наверное, когда-то в свое время я и занялся ютуб-каналом, ровно с такой же мыслью, что хотел бы попробовать себя в этом. И, собственно говоря, попробовал. Но прежде чем начать разрабатывать игру, я осознавал одну простую истину, что мало того, что я хочу сделать игру, мне бы хорошо было бы и разбираться, а как их вообще делать. И поначалу, естественно, это было не очень и продуктивно. Но основная мысль у меня была в том, что я должен начать разработку игры с идеей. С идеей, о чем будет игра. Чтобы она была интересна, безусловно, для начала мне, ну и потом наверняка тем людям, которые примерно похожи со мной вкусами в игровой индустрии. И тут я перебрал очень много идей. У меня была изначально, насколько я помню, когда только начал разбираться в игровой индустрии, идея создать квест. Обычный квест. И я даже разрабатывал главного героя. Соответственно, первая идея о том, каков будет главный герой, я ее почерпнул, конечно же, из зеркала. Это был Дрожа. И больше погружаюсь в изучение этого мира в своей голове и создавая персонажа, на данный момент вы видите этого персонажа, когда я только его начинал рисовать. Я осознал, что он очень вдохновлен Депонией. И это можно действительно подметить. У него такой же плач примерно. Я даже вдохновлялся походкой Руфуса. В какой-то момент я понял, что я этого не хочу. Я не хочу немножко плагиатить данные детали, его походки, мира и так далее. И я начал отказываться от этого мира и переходить к другим мыслям о создании собственной игры. Следующий мир, который я хотел развивать, это был достаточно интересный мир, как мне кажется. Возможно, я даже когда-нибудь к нему вернусь. Потому что на тот момент я начал действительно развивать мысль о том, что мир должен жить, в нем должно что-то развиваться. И какие-то действия влиять на не только игрока, но и на персонажа, безусловно. И тогда у меня заразилась идея создать некий мир, в котором бы действия происходили в будущем. Скорее всего, в очень-очень далеком будущем, где, скорее всего, уже нету никаких абсолютно людей. И мир управляет искусственный интеллект. А главным персонажем являлась бы девочка с зелеными волосами и с рогами. Конечно же, вся идея мира не вкладывается в эти два предложения, которыми я сейчас описал все, что происходило бы в этой игре. И она намного глубже. Но в какой-то момент я стал осознавать, что моя идея немножко похожа на посмотренный мною фильм, к примеру, «Мама». Где тоже время происходило в будущем, где там искусственный интеллект воспитывал человеческого ребенка. А потом, через несколько лет, я вообще увидел некий сериал, сделанный по комиксу. Кажется, назывался «Свиттулз». Сладкие рожки вроде бы в русском переводе его сделали. Где ребенок был с рогами и тоже было из-за мутации. Ну, короче, хорошо, что я отказался от этой идеи. Хотя идея у меня достаточно долго занимала мои мысли. И я пытался разработать этот мир. Так вот, переходя от одной мысли к другой, в какой-то момент у меня даже получилось снова остановиться на идее квеста. И тогда я задумался, а что если сделать историю о гоблине. Ну, о народе гоблинов, но который живет не под землей где-нибудь, да? А наоборот, в вышине, в небе. И обитают на неких островах, технически созданных, механических островах, с которых не особо можно убежать. Сама идея очень противоречащая, да? Гоблины, которые, по сути, вообще-то подземные жители, насколько мне известно. И тут они живут, наоборот, в небе. Как вы потом, возможно, поймете, я любитель соединять несоединимое. Потому что мне интересно, а что будет, если соединить то, что, по сути, изначально не должно соединяться. И развить эту мысль, ну, да хотя бы для начала в голове. По моей изначальной задумке, это должен был быть квест. Квест про гоблина, который бы пытался сбежать с этого острова. И я даже на тот момент и прорисовывал некую локацию, опять прорисовал самого персонажа. И даже на тот момент мне казалось это достаточно симпатично. Очень для меня важный момент, что все это время меня поддерживала моя жена. Потому что она действительно, мало того, что, ну, не шибко ворчала по поводу того, что я занимаюсь какой-то фигней. Она ей даже помогала в этом плане. Она рисовала локации иногда. Ну, как она видела. Я к ней подходил, говорю, а вот у меня такая вот задумка такой вот подобной локации. Как ты видишь, как бы она выглядела у тебя в голове. И она рисовала. Или персонажей, допустим. И действительно это помогало развивать, ну, не только мою фантазию, но и какие-то замыслы даже в будущем. И по итогу одной из последних моих идей была идея создать платформер. В этот момент я подумал, что я могу сделать, наверное, платформер. Это было бы прикольно. И начал уже не только с визуальной точки зрения, но и с технической разбираться в том, а могу ли я вообще сделать игру. Нарисовать я, допустим, смог бы хоть что-нибудь, ну, хоть как-нибудь, да. А вот с технической точки зрения смог бы. Я начал перебирать различные программы и, можно сказать, даже многие отсеял. Потому что дело в том, что некоторые более простые программы я отсеивал, потому что они, ну, просто-напросто не справлялись с технической точки зрения в плане выдерживания нескольких слоев даже какого-то происходящего на экране. А другие для меня были действительно сложные. И вот мир грибов на тот момент был самый проработанный. Потому что я, мало того, что прорисовывал, действительно начал создавать уровень. И там было интересное сочетание разных тематик. Потому что мне стало интересно, а что будет, если соединить мир грибов и, ну, скажем так, имперскую Россию. 1900-ый, грубо говоря, да. И я даже стал прорисовывать персонажи, продумывать мир. Это был действительно полноценный платформер. И в какой-то момент я подловил себя на мысли, что я попросту делаю Hollow Knight. Только более бюджетный, потому что я, собственно говоря, один. И, естественно, как вы могли понять, я не захотел дальше продолжать. Но не только поэтому на самом деле. Потому что я осознал, что это достаточно кропотливая и огромная работа. А моих знаний на тот момент, ну, абсолютно не хватало. Тогда, понимая, что я не смогу сделать что-то подобное в полной мере, как бы хотел и задумывал, то я решил сделать что-то более простое. Следующим этапом была моя попытка разработать игру другого жанра. Я хотел ее сделать мобильной. И приблизительно в течение двух месяцев даже что-то разрабатывал. И, может быть, некоторые из вас вспомнят, где-то в 2021 году летом я говорил, что что-то делаю. И, возможно, скоро вам расскажу об этом. Но опять, сделав примерно половину, я осознал, что я могу больше. Вот какая-то странная градация после подобия на Hollow Knight, где я немножечко разуверился в том, что на тот момент я бы смог что-то сделать, что хотел. Я взялся за проект, который намного легче. И в момент разработки я осознал, что он был бы однобоким. Ну, он бы был, представлял из себя просто один тип геймплея. Маленькую историю. И, возможно, стоило бы ее закончить, чтобы у меня что-то хоть готовое было. И у меня огромная благодарность к моей жене за то, что она все это время терпела. Вот эти мои попытки найти то, что я хочу сделать. Но прежде чем я остановился на той идее, которой занимаюсь на данный момент, я к предыдущей мобильной игре даже придумал, насколько я помню, название. Что-то типа она называлась как Not Starve или что-то в этом роде. Как вы понимаете, тут была отсылка на Don't Starve, и она была карточной. Там ваши действия влияли бы на повествование истории, где вы бы понимали, что происходит с героем, и в эту историю самостоятельно бы участвовали. Но, как я уже упоминал, осознавая, что история будет набокой и однотипный геймплей, мне это не шибко нравилось, и я взялся за явь 1951. Идея игры, безусловно, мне пришла не сразу. Я снова решил вернуться к головоломкам, потому что я понимал, что я их люблю, и хотел бы этим заниматься. Но уже на тот момент решил, что это будет не просто point-and-click головоломка, а я в нее хочу внедрить несколько разных видов геймплея, что я, собственно говоря, и буду реализовывать. Где-то примерно с осени 2021 года я начал продумывать мир, и постепенно его даже потом и впоследствии прорисовывать. Тогда вы могли заметить, все мои подписчики канала ЖК Дружа, что я решил изменить политику на канале. Тогда, собственно говоря, начали пропадать полноценные ролики, и пошли одни стримы. Некоторые зрители спустя полгода, год, даже приходили и говорили, а что ты перестал вообще снимать ролики, что ты на стримы перешел, это как-то связано с февралем 2022 года. Но, как я уже упомянул, нет, я занялся этим намного раньше. Более того, переход канала на стримы, мало того, что мне освободил время, чтобы я как-нибудь разрабатывал идею игры, так еще и очень положительно сказался на самом канале. Безумно положительно. До февраля 2022 года. Именно то мое решение перехода от полноценных роликов про Дон Старф на стримы осенью 2021 года 100% повлияло на зрителей, которые, по сути, и ушли с канала. Я сделал это осознанно, понимая, что я не могу уделять столько времени своему проекту, своей игре, если я дальше буду заниматься каналом. И если вы вдруг подумали, что «А, так это сейчас нет роликов, потому что ЖК Дрожа делает игру», нет, это уже давно нет роликов нормальных, да, по Дон Старфу, потому что ЖК Дрожа делает давно игру. И первые несколько месяцев осени я сначала решил прорабатывать мир игры. Я действительно занялся об осмыслении, о чем я хочу рассказать. Для меня стала интересной идеей соединить советскую эпоху и языческих богов, потому что, как мне показалось, достаточно мало рассказывается про Советский Союз в игровой индустрии. Ну, я не особо часто вспомнил таких игр. Они есть, безусловно, но у них нам только много. И еще меньше, мне кажется, рассказывается про языческих богов-славян. Потому что, опять-таки, вспоминая о играх, которые выходили, да даже за последние годы, их можно пересчитать, ну, по пальцам, ну, максимум двух рук. Мне стало интересно, а что, если соединить вот что-то подобное? И я начал продумывать мир. В течение нескольких месяцев я продумывал всю историю, о чем бы я хотел рассказать. И практически сразу пришел к выводу, что я бы хотел это рассказать в трех главах. Собственно говоря, разработкой первой главы игры я занимаюсь сейчас. Игра будет, в принципе, так и выходить. Сначала первая глава, вторая, потом третья, естественно. Попутно прорабатывая мир, я даже сделал для себя некий план. Вы его очень часто могли самостоятельно наблюдать, правда, в очень размыленном виде, на множество из стримов. А он вот здесь. Вот, вот эта плашка. Огромная большая доска, на которой я наклеивал всякие свои идеи, что бы я хотел рассказать. Она с двух сторон обклеена, и даже там прорисовывал некий прогресс поначалу. А прогресс поначалу у меня был таков, что я решил, что сначала прорисую некоторые хотя бы локации. И вплоть до февраля 22-го года я действительно начал прорисовывать все, что у меня было в идеях. На протяжении всего этого времени практически никто не знал, а что я делаю. По сути, только моя жена. Ну, потому что она видела. От нее было бы это достаточно сложно скрыть. Ну, а где-то в феврале я уже начал разрабатывать именно с программной точки зрения свою игру. И приблизительно через месяц, буквально, я даже сделал первую демоверсию с первым уровнем. Ее заценили несколько человек, можно сказать, даже бета-тестеры. И вот практически все это время, до сегодняшнего дня, я занимаюсь разработкой игры. Соответственно, что-то мне дается легко. Ну, я люблю рисовать, и действительно это у меня, ну, относительно неплохо получается. А вот с программной точки зрения мне достаточно сложно, но удивляюсь на самом деле себе же, насколько я продвинулся изначально в моих планах, и что я уже на данный момент сделал. Это прикольно. Сама игра будет рассказывать про 1951 год в альтернативном Советском Союзе про некого парня по имени Паша, который переезжает со своей матерью в новый город Водохранск. Название абсолютно выдуманное, такого города нет. Я несколько раз гуглил специально. Ну и, собственно говоря, там, что его будет встречать, с кем он познакомится, что он натворит, и к чему приведут его действия, из-за чего вообще, по сути, происходит событие игры, вы, собственно говоря, там и увидите. Разрабатывая визуальную игру, я пытался именно отталкиваться от такого некого вайба тех времен. Я не жил в 50-е годы, я не знаю, каково было жить там, но я пролобатил огромное количество информации, и, к примеру, я специально гуглил различные фотографии, чтобы вдохновляться цветовой гаммой. И, в принципе, я пытался долгое время соблюдать эту цветовую гамму в самой игре. Она специально такая немножечко, знаете, блеклая, серенькая, но не совсем черно-белая, потому что это было бы монохромное, мне такое не особо интересно. По поводу языческих богов, сами понимаете, я не знаток в этой сфере. И, естественно, все, что я подчеркнул, это было из интернета. Я не намекаю на то, что игра очень в достоверности своей правильная, и действительно там очень много моей личной выдумки. Но, естественно, я отталкивался от тех знаний, которые подчеркнул из интернета о данном вопросе. Ну и даже несколько литератур пролистал, чтобы понимать, о чем я говорю, чтобы не говорить полную отсебятину. Я в 1951, это Point and Click головоломка, но приправленная, естественно, хоррором, потому что, если взять языческих богов, первое, что приходит в голову, это немножечко добавить хоррора. И, вы знаете, там, если даже и есть у меня некие скримеры, ну или, по крайней мере, элементы, которые можно посчитать за скримеры, то их не настолько много. И я пытался именно давить атмосферой вот этого звездеца, который там вообще происходит. Мне такой больше нравится, чем просто стандартный, испугая меня резким звуком, хоррором, или резким появлением в кадре. Поэтому, надеюсь, если кому-то нравятся хорроры, то вас это заинтересует. Главными особенностями моей игры я бы хотел выделить несколько моментов, и один из которых это действительно полностью прорисованный мною мир. Как многие из вас могли знать, я рисую в дудловой стилистике. И если вам нравится такая стилистика, то, я думаю, зайдет и все, что происходит в игре. Как я уже упоминал, я решил не зацикливаться на одном типе геймплея, и решил в игру добавить их несколько. Причем даже в первой главе, которую я на данный момент разрабатываю, их встречаются, это, наверное, штуки три. Ну и, естественно, основной жанр этой игры это point-and-click головоломка. Приятным бонусом, наверняка, для многих будет это то, что игра полностью на русском языке. Причем я говорю сейчас не просто о тексте, а она будет и озвучена на русском языке. Петля — это не выход. Поэтому, как вы могли понять, разрабатываю я игру абсолютно самостоятельно. Я в ней рисую, я ее программирую, я полностью проработал сюжет, мир изучил вдоль и поперек, который я же и придумал. Но мне помогали, безусловно, именно в озвучке данной игры мои друзья. Я им очень за это благодарен, поэтому персонажи получились некоторые очень харизматичные и прикольные, забавные, а есть даже и жуткие. Из особенностей, кстати, могу похвастаться, если я могу. А я могу, что на то пошло. Это мой канал, я могу похвастаться. Я даже сделал некоторые интересные геймплейные решения для того, чтобы, к примеру, скрыть инвентарь. Обычно в играх-головоломках как вы открываете инвентарь? Ну, это, допустим, на Escape или на еще какую-нибудь кнопку, и у вас просто выпадает менюшка, где просто банально у вас лежат предметы в инвентаре. Я же решил подумать, а чтобы интересно как бы его скрыть, чтобы сделать такого. И, естественно, главный герой у меня парень с шляпой. И почему бы не хорошей идеей сделать шляпой его инвентарь? К примеру, если взять такую хорошую головоломку, как Депония, главный герой прячет у себя все под пальто. Но это никак не отображается, допустим, с визуальной точки зрения. Когда ты вызываешь меню, у тебя просто выпадает какое-то некое механическое меню с какими-то шестеренками. То есть, ну, это немножко не обусловлено с точки зрения принятия того, что ты видишь. Это странно. Я же решил немножко пойти с другой стороны, и на самом деле несколько видов геймплейных решений так у меня связаны с игрой напрямую. Поэтому в будущем вы это все увидите. Мне лично показалось, что это будет способствовать большему погружению в саму историю, и не отвлекаясь от каких-то вот таких деталей. Раз это хоррор, то мне приходилось и придумывать монстров. И, естественно, я отталкивался от того, что находил в интернете, но могу сказать честно, что то, что я придумывал, не то чтобы шибко я такое подобное что-то видел. Нет, на самом деле есть похожие моменты, некоторые, но в основе своей сами монстры, которые я придумывал, были относительно уникальные. Мне кажется, да. Из особенностей, кстати, есть еще один момент. Не знаю, стоило бы ли его вообще рассказывать, потому что, ну, это же скрытый момент. Но, тем не менее, в игре, к примеру, некоторые головоломки я сделал скрытыми. Они действительно есть, их не на первый взгляд легко найти, и решить ли вы эту головоломку или нет, будет, безусловно, влиять на все происходящее. Но они абсолютно необязательны, если вы их пропустите, то они не помешают вам пройти игру. Также мне всегда казалось интересным некая, грубо говоря, иллюзия, свобода выбора. Ну, действительно, она тут есть. Вы будете, когда что-то совершать, то это будет отображаться на персонажах, на NPC, и как-то они будут реагировать на это. Но это не что-то будет, как в играх Telltale, где просто надпись «Персонаж запомнил это». Не совсем. Это будет более неочевидно. И действительно, персонаж будет меняться и менять отношения непосредственно к вам. Поэтому все ваши решения должны быть, ну, с моральной точки зрения, приняты конкретно вами. И потом не жалуйтесь, к чему это приведет. Ну, и как вишенка на торте, естественно, когда вы совершаете какие-то решения, да, которые влияют на NPC, на вас непосредственно, в конце должен быть какой-то итог. И, скорее всего, он должен быть не один. Естественно, будет концовка не одна. И, соответственно, с вашими решениями различные концовки будут показаны разным игрокам. И вот, как итог, уже практически больше года спустя, если начинать отсчет с того момента, действительно, когда я начал просто задумываться о том, что я хочу сделать конкретно эту игру, я, наконец-то, ну, если не на финишной прямой, но я сделал точно больше половины того, чего хотел конкретно показать и рассказать в первой главе. Я подхожу к финалу разработки игры. Безумно мне было сложно ни разу об этом не рассказать на открытые массы людей. Да, о игре постепенно некоторые люди узнавали. Кого-то я привлекал как бета-тестеров, как я уже говорил. Причем, некоторые бета-тестеры, которых я брал, были абсолютно не из круга геймеров. Я специально искал человека, который абсолютно не играет в игры, чтобы показать ему бета-версию, чтобы понимать, а, ну, это я задрот, да, я знаю, как в игры играть, я знаю, что там на эскейп это выход, на мышку или на васт ходить, а тот человек, который абсолютно не играет. Как бы он воспринял то, что он видит. И мне очень приятно, что действительно мне удалось интерактивно показать правильно, что нужно вообще делать в той или иной локации. Это круто. Постепенно люди узнавали об моей игре, не только бета-тестеры, просто более-менее хорошие знакомые, друзья. И вот сейчас я наконец-то очень рад сообщить это в открытую, так сказать, камень с своей груди снять, что вот, да, ребят, вот этим я занимался. Все то время, которое я потратил на разработку игры, естественно, окутано немножко флером переживаний, страхов, того, что да я не знаю, как это делать, я вообще не понимаю этого, а как тут некоторые детали, над некоторыми моментами я вообще думал по неделе, думаю, а как вообще это сделать, но когда вот наконец-то получалось что-то подобное сделать того, чего я задумывался, это очень, очень круто и очень приятно, и я рад наконец-то с вами всеми поделиться этим. Не потому, что я боялся, что меня там сглазят, что я что-то сделаю, или мне жаба давила с кем-то делиться, рассказывать, просто я такой человек, что как вы видите, да, я продумывал, почему я рассказывал про вот эти все игры, до этого, о которых я задумывался, я продумывал множество миров, и все время там сообщая хоть каким-то знакомым о том, что вот я хотел бы разработать там игру про гоблина, к примеру, да, или там игру про грибы, и все это заканчивалось в принципе ничем не начавшись, да, то есть я начинал разработку и заканчивал, а здесь я в конце концов решил, что пока я не сделаю хоть что-то более-менее полноценное, я не буду никому рассказывать, ну, что хвастаться тем, чего нету, а на данный момент, ну, можно сказать, есть чем похвастаться, правда, показать я вам это все еще не могу, все еще не до конца доделано, а показывать проект на этапе разработки, ну, такая себе идея, поэтому, если вам действительно стало интересно, а что ж там такое задумал Дрожа, ведь Дрожа-то на самом деле уже не совсем Дрожа, да, он немножко уже не совсем тот, да, не торт, вот, которым был когда-то, там, 5, 6, 7 лет назад, я уже перешел вот этот этап создания просто обычных роликов, потом старых роликов, еще по каким-то играм, стримов и так далее, я все еще этим занимаюсь, в протечение года я все это время занимался этим, я выпускал ролики, я буду этим все еще заниматься, хотя уже практически год YouTube абсолютно ничего не приносит, то есть, казалось бы, зачем это все делать, мне это нравится, но уже не настолько сильно, как-то когда-то, мне кажется, что я немножко вырос над этим, да, я как будто должен идти куда-то дальше, вперед, и для себя я увидел именно путь попробовать себя в геймдеве, так, знаешь, у нас звучит обычный летсплейщик и делает игру какую-то, но это очень интересно, поэтому, если и вам действительно интересно, допустим, что там Дрожа делает, что там такое он делает, да, или, допустим, вам интересны хорроры, или квесты, или, не знаю, постсоветское пространство, или советская эпоха, точнее, языческие боги, то, безусловно, вы за этим всем можете следить, вот, вы можете следить за этим, во-первых, для начала, бесплатно, есть группа ВКонтакте, где я буду выкладывать какие-то небольшие заметки о том, как происходит у меня разработка, что я на данный момент уже сделал, что, может быть, я не совсем буду показывать, безусловно, я создам отдельный канал, чисто под конкретно свою игру, на этом канале я наверняка еще пару раз упомяну о игре, в каком она состоянии, но в основном вся информация будет, конечно же, на канале, непосредственно посвященной данной игре, ну и в конце, конечно же, я еще хочу сказать про Бусти, ну, куда без него, я не то, чтобы сильно надеюсь, что сейчас рынок толпа мне начнет донатить, но если вдруг такие будут, вот, есть такая же система, как Бусти, где вы можете поддержать автора, там множество различных авторов, там даже вроде и просто ютуберы есть, которые просто делают ролики на Ютубе, и дабы их поддержать, вы можете, ну, оплачивать им, грубо говоря, жизнь, потому что, ну, сами понимаете, Ютуб редиска на данный момент, вот, я же делаю игру, и там есть свои несколько этапов, как вы можете помочь разработке моей игры, и один из этапов даже в конце вы получите бесплатно первую главу игры, я считаю, это хороший бонус, да, просто так, практически, вот, поэтому, я очень был рад действительно с вами всем этим наконец-то поделиться, устал это держать в себе, поэтому созрел, пора рассказывать людям, что я, что я на самом деле делал, да, все это время, что я молчал, спасибо вам, что досмотрели до этого момента, надеюсь, вам было интересно, еще одним моментом хотел бы сказать, что, если вдруг, кто-то из вас, занимался хоть чем-то подобным, то был бы рад за любой совет на этот счет, ну, действительно, было бы очень хорошо, потому что я в свое время столкнулся с несколькими моментами, пока разрабатываю эту игру, и, к примеру, один из тех моментов, который на данный момент у меня еще является под вопросом, это, ну, где-то выкладывать данную игрушку, потому что, сами понимаете, в Steam вроде бы пока что еще открыт, но как это будет дальше, есть WK Play, в котором будет, к примеру, выходить у нас Atomic Heart, на которого многие все, кто засматривается, там, к примеру, вот эта игрушка Atomic Heart, очень похожа на пиашок, как моя жена говорит, ну, такой, знаете, советский немножко, поэтому, если у вас есть хоть какой-нибудь совет, то я бы его выслышал, если у вас есть какие-нибудь вопросы, я бы их тоже выслушал, и ответил бы на них, ну, и, в конце концов, ребят, если вы все еще со мной, до сих пор на этом канале, видите мое некое развитие, развитие на этом YouTube-канале спустя эти годы, где маленький пацанчик, стоя возле стены, изначально записывал ролики по типу 100-500, да, где я осматривал какие-нибудь смешнявкие ролики, которых уже нету, да, записывал Don't Starve, даже Minecraft, которую вы уже не найдете, вот, в свое время, и вообще просто летсплей, и как это выросло с годами, где я просто рисовал, допустим, да, эти мои переклейки, делал настолки, и песенки, и мультики даже были, знаете, просто пожелайте мне удачи, это будет очень хорошо, спасибо вам, и не голодайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!